Сейчас мы выходим в акваторию Невы, главной реки Санкт-Петербурга. Скажите мне, что может быть прекраснее Невской перспективы, когда огней вечерних нить начнёт размеренно чертить в тумане красные извилы? Нева является главной архитектурно-планировочной осью города. Он начинал строиться именно вдоль Невских берегов. Река на всём своём протяжении судоходна и впадает в Финский залив пятью судоходными рукавами. Обратите внимание на удивительно гармоничный трёхпролётный праздничный мост, соединяющий Ланцовую и Кутузовскую набережную. Его выгнутый склон выполнен из гранита и не менял облика с момента постройки в 60-х годах 18-го года. В это время вся дворцовая набережная одевалась в гранит, а прачечный мост стал одной из двух первых каменных переправ в Петербург. Корабли, проходя под мостом, попадают в реку Фонтан. На её берегу, напротив Летнего сада, находился царский прачечный двор, что дало название переправе. Впереди самое глубокое место на реке Неве. У опор моста дубина достигает 24 метров. Сначала здесь был накладной морд, но в 1879 году открыли постоянно. Работами руководил инженер Аман Кегорович Струбин. На мосту были испытаны первые электрические фонари. При его строительстве впервые был применён кессон. Правда, не обошлось без несчастных случаев. Разводка моста производилась при помощи простейшего устройства – ворота, который вращали 8 рабочих. Потом механизм заменили на водяную турбину, которая питалась от городского водопровода. А ещё позже установили на мосту электроприем. Лидейный мост был первым и единственным мостом Санкт-Петербурга, освещённым электрическими фонарями. Ширина его разводного пролёта, который расположен у берега справа – 50 метров. Это самый широкий из разводных пролётов наших мостов. И самый тяжёлый. Он весит больше трёх тонн. Чугунные перила моста были выполнены по рисункам архитектора Карла Рахау. На них изображён картуш, щит с гербом города, перекрещенный скипетр, морской и речной якоря в руках двух русалок, окружённых растительным орнаментом и фантастическими морскими животными. Автором герба Санкт-Петербурга, который используется до сих пор, был итальянский граф-геральдист Франциск Санти, приглашённый Петром I на службу в Россию. Основатель города Пётр I не приветствовал постройку переправ через него. Он желал, чтобы все передвигались по городу по воде, как в Амстердаме или Венеции. Мосты строились только в самых нужных местах и обязательно должны были быть разводными.